как использовать новый плагин в davinci resolve для эмуляции пленки друзья привет зачем и главное как имитировать пленку в этом видео мы с вами протестируем новый плагин фильм look creator который появился в 19 версии davinci поехали это файл с камеры red соответственно здесь достаточно чистый исходник и можно посмотреть как фильм look creator отрабатывает на таких видео и перед тем как протестировать этот новый плагин давайте зайдем настройки проекта и здесь у меня выбрана вот такая конфигурация davinci rgb color managed здесь галочка automatic убрано и в качестве color processing мод выбран davinci white gamut intermediate вообще если вы вдруг сталкиваетесь в таком режиме с проблемами например некоторые плагины вот в этом цветовом пространстве новым работают неправильно и бывает глючит тогда включайте галочку automatic и color processing мод у вас будет в этом случае выбираться rx709 потому что именно под это цветовое пространство многие плагины до сих пор заточены black magic об этом не говорит но вот такая есть штука потому что именно неспроста в автоматическом режиме выбран именно rx709 но в данном случае будем проверять как раз white gamut intermediate это более широкое цветовое пространство но покрывает все другие цветовые пространства поэтому давайте посмотрим как вот в этом цветовом пространстве широком работает новый плагин фильм look creator пишем в поиске наших плагинов film и закидываем его на основную первую ноду у нас картинка сразу поменяется видите она станет такой уже чуть поинтересней по умолчанию потому что по умолчанию применяется пресет 65 миллиметров чтобы удобнее настраивать цвета когда вы красите можно нажать shift f таким образом у вас вьювер раскроется вот так вот во весь экран и если вы не пользуетесь пока другими цветовыми инструментами то можно настраивать плагин вот в таком режиме и так вверху у нас идет окошко с пресетами 65 миллиметров 35 миллиметров cinematic то здесь добавляется каше такое сверху и снизу больший байпас ностальжик дефолт но эффект но правда это не совсем новый эффект clean slate вот clean slate это действительно полностью выключенный по умолчанию все эффекты вот смотрите я его отключая и включая поэтому вот с этого режима clean slate мы и начнем также здесь есть два ползунка color blend и эффект blend то есть плагин разделен на две условные части это цвета то есть все то что относится к цветовой составляющей и эффекты то есть эффекты пленки такие как зерно или там например холейшин вот эти эффекты они регулируются их применение отдельно двумя ползунками то есть можно отдельно потом подкрутить прозрачность этих цветов и прозрачность эффект также есть галочка free deal от то есть если вы нажмете у вас пропадет ползунок с эффектами и это некая совместимость с 3d латом то есть вы можете накрутить здесь какие-то настройки и сохранить это в виде лата тогда вы эту галочку включаете и соответственно видите тот результат который будет потом при применении этого лата но мы и отключаем потому что мы еще эффекты будем крутить идем дальше значит color space override это если вы вдруг хотите поменять входное и выходное цветовое пространство вы можете покрутить эти настройки основная вкладка по сути с цветами эта вкладка фильм лук мы здесь начинаем вот так крутить blend увеличиваем видите меняются цвета по сути это пресеты неких таких цветовых профилей пленок то есть у нас вот идет cinematic рочестер окосака какая-то тут значит элейтед и винтаж ну давайте у нас такой здесь некий бар давайте оставим винтаж ползунок skin bias отвечает за баланс именно скин тона то есть посмотрите как он работает вот я его кручу влево кручу вправо поскольку здесь очень много цветов совпадающих со скин тоном мы достаточно сильно видим как меняется и другие составляющие например столешница в общем этот болзунок отвечает за некую точку баланса скин тона давайте сбросим ее на дефолтное состояние чтобы это сделать просто два раза кликаем по названию параметра идем дальше color settings ну здесь все стандартно экспозиция это экспозиция то есть общая яркость контраст конкретно отдельно цвета их яркость можно подстроить отдельно яркость теней баланс белого оттенок идем дальше sub attractive saturation это очень такой интересный и хитрый параметр он применяет насыщенность по специальному алгоритму делает цвета более киношным что это значит это значит что есть некое эмпирическое правило что цвета должны быть либо насыщенные и темные либо яркие и ненасыщенные соответственно этот ползунок отвечает за вот этот алгоритм то есть он увеличивает цвета видите насыщенность увеличивает и если он увеличивает насыщенность он эти цвета делает чуть темнее и соответственно если он ослабляет насыщенность он делает цвета ярче а параметр ричность который идет вслед за ним он работает по сути в неком некой связке с субтректе в saturation то есть по этот параметр применяет насыщенность к уже так скажем насыщенным элементом делая их еще более насыщенным ползунок bleach bypass отвечает за соответствующий эффект обратите внимание как он работает вообще этот эффект создается с помощью наложения одного слоя на другой то есть берется изображение черно-белое и накладывается поверх цветного изображения в специальном режиме наложения и по сути вот этот ползунок он имитирует этот эффект bleach bypass часто используют во всяких цветокоррекциях для ужастиков и фильмов так скажем с депрессивной атмосферой но даже вот в таком режиме винтаж можно немножко его подкрутить уменьшив насыщенность и немножко повысив контраст идем дальше сплит тон здесь все просто давайте его включим и вы увидите как он работает крутим параметр mount тени у нас уходят в холод а света в теплоту это тот самый tilt and orange который уже честно говоря намозолил всем глаза особенно там вот не знаю посмотрите фильм трансформер там просто это довели до абсурда этот эффект когда абсолютно синие тени и оранжевые лица у всех поэтому с этим эффектом аккуратней сильно его не накручивайте но вот чуть чуть можно кстати вот он добавить здесь немножко такой вот немножко холода в тени можно здесь и добавить параметр hugh angle отвечает за именно конкретно оттенок то есть за вот эти оттенки которые будут применяться к светам и теням а пивот за точку так скажем где между этими оттенками проходит граница эти параметры проще покрутить и посмотреть как они влияют чем пытаться понять их логику так скажем под капотом я думаю что вот для конкретно этого шота можно кстати их тоже покрутить я думаю что вот так меня устраивает идем дальше виньетка ну здесь все просто это виньетирование то есть затемнение кадра по краям здесь можно изменять размер этой виньетки и ее силу хэлэйшн давайте включим этот эффект и посмотрим как он работает для этого лучше картинку приблизить эффект хэлэйшн имитирует переотражение внутри самой пленки тем самым добавляя такой интересный эффект glow интересный эффект свечения к ярким областям и к четким резким границам смотрите накрутим его на максимум и вот так он выключен вот так включен то есть очень хорошо хэлэйшн работает вот именно в кадрах где у нас какое-то яркое боке он его подсвечивать немножко придает такой вот легкой дымки романтической атмосферы сильно тоже его не накручиваете ну где-нибудь там на серединке нормально здесь можно регулировать радиус этого свечения насыщенность и оттенок идем дальше эффект bloom bloom это тоже свечение вот посмотрите как она работает и он накрутил на максимум и вот кручу параметр радиус обратите внимание вот на эту яркую часть это у нас bloom это bloom выключаем а это хэлэйшн они похожи в принципе и блум и хэлэйшн делают очень похожую задачу но дают немножко разный эффект разный ореол поэтому эти эффекты можно применять вместе а можно выбрать какой-то из них отдельный дальше у нас идет грейн то есть зерно если у нас картинка с достаточно сильным шумом то перед тем как применять грейн обязательно сначала уберите этот шум вот например здесь и смотря на то что это камера red обратите внимание вот у нас в темных областях вот здесь у нас идет очень такая прям цветовая каша для того чтобы подавить шум давайте откроем ноды перед эффектом фильм look creator правой кнопкой мышки add note add serial before то есть я добавляю ноду до и сюда мы добавляем шумодав я не буду сейчас включать шумодав там вот внизу да в настройках кривых чтобы экранчик не сворачивать а добавлю шумодав виде эффекта он есть как resolve fx в да венче также появился новый нейро шумодав который работает чем-то похожим образом как работает нет видео самый известный качественный шумодав но немножко о нем поговорим потом я сейчас применяю этот эффект именно noise редакшн здесь стандартные шумодавы то есть мы применяем например межкадровый шумодав и вот нас интересует параметр хрома здесь можно разблокировать люму и хрому для этого вот эту галочку мы убираем и я кручу сильно chrome потому что меня интересует вот эта цветовая каша смотрите вот я кручу хрому в темпоральном шумодаве вот видите и каша это пропадает ну и также можно яркостный шум но его всегда поменьше я всегда разблокирую люму и хрома вот яркостный шум чуть-чуть вот так поддавим и вообще отдельно по шумодаву у меня есть подробное видео на канале ссылочку приложу в описании обязательно посмотрите там подробно рассказано как настраивать шумодав в том числе под по каналам шум давить отдельно можно с помощью этого шумодава а мы с вами идем дальше разбираем конкретно зерно итак переходим в плагин фильм look creator окошко с нодами закроем и давайте посмотрим приблизим картинку как работает зерно и вот видите сразу добавляется зерно здесь есть тоже пресеты по сути это все взято из встроенного плагина grain в davinci здесь есть 65 миллиметров 35 16 8 или кастом по умолчанию выбором 35 меня в принципе это устраивает единственное что ма он очень сильный я откатываю его полностью в ноль и потом чуть-чуть смотрю добавляю ну допустим вот так зачем вообще добавлять зерно дело в том что его полезно добавлять не только на видео особенно полезно добавлять зерно на моушен графику и 3d рендеры потому что там очень чистые градиенты если рендер опять же качественный чистый то там очень чистые цветовые переходы если вы зерно не добавите то при конвертации этого всего на youtube и другие платформы у вас вот в этих вот плавных цветовых переходах появятся такие ступеньки так называемый бендинг вот чтоб его не было надо добавлять зерно зерно она помогает кодеку сжать правильно вот эти вот цветовые переходы и таким образом получается более так скажем качественная картинка в результате поэтому зерна мы немножко подсыпали цветовую кашу убрали идем дальше дальше у нас идет flicker flicker это просто мерцание имитация мерцания пленки чтобы увидеть я думаю что надо накручивать его на максимум вот видите как цвета пляшут яркость пляшет flicker я включать не буду это уже чересчур и без него достаточно тут эмуляции но чтобы понимали что это я вам про него рассказываю gateway тоже штука на любителя для имитации совсем уж старых каких-то пленок это просто тряска то есть пленка она когда крутится в катушке она неравномерно вращается соответственно могут быть какие-то механические сдвиги это вот штука она имитирует эту тряску давайте его включим на максимум по открутим и вот здесь вот принципе видно как картинка чуть-чуть она так прыгает в разные стороны опять же эту штуку я включать не буду потому что это тоже перебор для данного кадра фильм гейт здесь все просто это рамки либо вот такие рамки ретро пленки здесь также можно выбрать пресеты но нас интересует кастом вот здесь мы можем вбить 2 и 35 убрать скругляшки вот так да и соответственно вот 2 и 35 к одному это некий синемоскоп стандарт называется то есть это вот мы сейчас с вами сделали так называемая каши то есть такой кроп сверху и снизу ну и в конце самый наверное главный параметр это global blend этот параметр позволяет регулировать прозрачность всего что мы применили правда в случае с включенным каши он работает не очень адекватно видите он и прозрачность каши в том числе регулирует хотя это может быть полезно для создания полупрозрачных рамок если вам это вдруг нужно для видео тогда можно взять вот в этом эффекте и быстро их сделать применив только вот такое каши а вообще он конкретно здесь есть эффект блэнд сверху который отвечает за все эффекты hellashan bloom grain flicker gateway виньетку и параметр color blend который отвечает за применение цветов естественно конкретная данная цветокоррекция дело вкуса я сделал ее сейчас для вас для примера для демонстрации возможности этого плагина и я обычно всегда после накрутки цветов пользуюсь этими ползунками color blend они специально сделаны в начале для того чтобы откатить немножко все что вы накрутили где-нибудь процентов на 30 это всегда полезно потому что когда долго крутишь картинку глаз замыливается и обычно всегда ее перекручиваешь и вот как раз это правило открутить на 30 процентов позволяет так скажем сэкономить себе время чтобы потом еще раз это все не крутить вот такой плагин друзья на мой взгляд он дает качественный результат все в одном месте быстро настраивается мне понравился пишите что думаете в комментариях если видео вам понравилось подписывайтесь ставьте лайк на моем канале вас ждет большое количество уроков по монтажу и визуальным эффектом также у нас есть крутые онлайн курсы в том числе и бесплатный курс по фьюжн большое спасибо всем кто поддерживает канал на бусти патреоне и вконтакте и для патронов каждый месяц я выкладываю уникальные уроки кейнг трекинг картоскопинг обработка видео в нейросети создание дипфейков а также сами сборки этих нейросетей тоже есть на бусте превью большинства уроков можно посмотреть на моем сайте все ссылки есть в описании с вами был санчес и канал time saver до встречи друзья